Приветствую, уважаемые друзья! Это программа Экстра Раунд и меня зовут Асламбек Бадаев. Сегодня у нас в гостях российский боец смешанных единоборств Алексей Махно. Алексей Махно – боец смешанных единоборств, выступающий в полусреднем весе. Его рекорд в ММА включает в себя 21 победу и 6 поражений. На данный момент «Атаман» идет на серии из трех успешных поединков. Махно также является победителем всероссийского турнира по комплексному единоборству и серебряным призером Кубка мира по кикбоксингу. Алексей, приветствую! Приветствую! Рад тебя видеть в Грозном. Довольно-таки непривычно тебя видеть здесь. Привыкли в Москве пересекаться, но тем не менее более радостно, скажем так. Расскажи цель твоего визита, почему приехал в Грозный, что здесь делаешь? – Приехал вчера. У меня из моей команды ученик из Иволва будет выступать завтра на ACA Young Eagles. И вот сегодня заделали вес, прошли процедуру взвешивания. Завтра, надеюсь, все нормально будет, отобьемся, победим. И в воскресенье уже улечу обратно в Москву. Ну ты прям знаешь, в разных амплуах в последнее время выступаешь. Махно – боец, Махно – журналист, Махно – тренер в данном случае. Давай поговорим сначала о Махно – бойце. Твоя карьера пошла наверх. Три победы. Ты очень радуешь своих болельщиков. Давай поговорим о последнем твоем бое против Давида Хачатряна. Очень уверенная победа. Большое имя в твоем резюме. Является ли Давид самым большим именем в твоей карьере? Я думаю, что да. Потому что, знаешь, когда этот бой объявили, я о нем знал еще, когда у меня был предыдущий бой с Адилем Барамбаевым. И там Камил Гаджиев сказал, что где-то ваше противостояние будет смотреть Давид Хачатряна, кто из вас выиграет, встретится с ним. И то есть я уже подсознательно в голове… Я не знаю, не то чтобы я смотрел через голову моего оппонента, но, конечно, как любой спортсмен, будучи уверенным в своей победе, я думал, что следующий будет Хачатряна. И когда мне уже позвонили, сказали, что да, с ним точно такая-то дата, знаешь, эмоции переполняли. И ко мне, наверное, только ленивый не подошел и сказал, это же Хачатерян, то есть это же Хачатерян. Но да, действительно большое имя, и для меня это важный бой был, и с психологической точки зрения очень. То есть, знаешь, одержав победу, я выдохнул с таким облегчением, наверное, понял, что большие имена, это, конечно, круто, но это тоже люди. То есть, ничего особенного, то есть, да, две руки, две ноги, и хорошо, что все хорошо закончилось. Если убрать вот этот момент с большим именем, с его вкладом, который он нес в российской ММА, как боец впечатлил он тебя? Ну, я тебе скажу, что у него были свои трудности, да, то есть, там, и в подготовке, и до этого у него же был, он какое-то время не выступал. Но, знаешь, есть человек, соглашается на бой, ты сам человек максимально близкий к спорту, знаешь, есть человек, соглашается на бой, значит, он видит для себя возможности для победы. Да, он согласился на этот бой, и бой, наверное, прошел для меня, ну, скажем так, не самым сложным, но я тебе скажу, что это была одна из самых сложных подготовок. В какой-то момент вот поддавливало имя, что это Давид Хачатерян, и я готовился где-то уже просто на автомате. Мне тренеры говорили, я просто делал и ждал, чтобы это быстрее закончилось. И я был настолько хорошо готов, то есть, ну, вот, знаешь, я настраивался показать максимально доминирующее выступление, потому что я этот бой воспринимал как вот, ну, все или ничего. И все прошло, ну, если так, знаешь, смотреть со стороны боя, наверное, не так сложно, как могло бы это показаться. У меня были бои посложнее в карьере. Но это самое большое имя, но не самый трудный бой, наверное, по содержанию. Но подготовка это, наверное, было самое тяжелое, то есть и психологически в целом, наверное, Хачатерян, это он в моей карьере идет, наверное, так, немножко отдельным эшелоном. Знаешь, раньше я за тобой не замечал, чтобы ты прям поддевал своих соперников какие-то высказывания, проводил до боя. А вот сейчас в Fight Nights, и особенно перед боем с Хачатеряном, были заявления, и скажу тебе, было интересно наблюдать за ходом вот этого действия, потому что ты что-то говорил, он тебе что-то отвечал. Это правило диктует игру в том плане, что Fight Nights вас, скажем так, направляет, чтобы вы высказывались, или это уже твой выбор? Знаешь как, я тебе скажу, что Fight Nights в этом плане не диктует, а помогает. То есть, ты же понимаешь, можно поставить двух бойцов, и они покажут классный бой, высококлассные бойцы. Но если у бойцов будет еще какая-то история, это вдвойне классно, это свою аудиторию притягивает, то есть люди ждут развития. И я в целом ника не был против трештока, но соблюдая, скажем так, определенные вот эти незримые рамки приличия, да, есть определенные вещи, которые нельзя задевать, и это должен понимать любой, ну, маломальски образованный человек. А так где-то, может быть, с иронией где-то поддеть своего оппонента без грязи, без грубости. Почему нет? Это интересно, и это и меня подстегивает, и, я уверен, моего оппонента подстегивает, и людям это интересно. И если еще шоу в клетке, скажем так, соответствует сказанному, то я думаю, что от этого только плюсы, от этого выигрывает и зритель, и лига, и сами бойцы. Начиная с поединка против Раули, Тетараули, у тебя были определенные проблемы, ну, на определенном этапе твоей карьеры, по-моему, твой рекорд был 5-5, начиная с того боя. Но ты сейчас изменил ход своей карьеры, ты одержал три уверенные победы. Вообще четыре, просто одной еще нет, Шердона. А, еще не добавили, да? Ну, тем более, да. А что изменилось? Почему Алексей Махно стал другим бойцом и за счет чего? Знаешь, наверное, я не был достаточно готов, я же достаточно поздно начал заниматься именно ММА, пришел в Эдспорт, и как-то все закрутилось, завертелось, и меня пригласили в Лигу М1, наверное, первая большая лига для меня, и в тот момент я еще, наверное, не был готов к этому. И был такой, знаешь, Алексей, просто парень, который любит подраться, выиграет, проиграет, неважно. Закатывал бои, конечно. Я и сейчас люблю подраться, да, то есть, но сейчас, наверное, результат имеет какое-то значение. Ты сам уже сказал, что мы пытаемся развиваться в разных направлениях, где-то появляется определенная узнаваемость, и, наверное, сейчас, может быть, я уже подумаю, закатывать шоу и без разницы на результат, или все-таки, наверное, сделать акцент на результат. Ну и плюс мы взрослеем, да, где-то становимся более рассудительными, подходим ко всему процессу, наверное, больше с умом. Я чуть поменял подготовку в плане того, что больше начал работать индивидуально с тренерами, конкретно под оппонентов, то есть, знаешь, к этому больше подходим сейчас как с научной точки зрения, что ли, и более детально. И сейчас я выхожу в клетку, я точно знаю, что мне нужно делать, что мне нужно бить, что мне не нужно бить, то есть, есть определенный план. Я это сейчас чувствую себя солдатом, которому говорят, что делать, меня направляют, и я это делаю, и, как мы сейчас можем это видеть, на данный момент это свои плоды приносит. Ну, чувствуется, что в Fight Night ты счастлив, чувствуется, что ты нашел свою организацию. Почему именно в это промоушн ты пошел? Какие аргументы были у Камила? Ну, очень важно, вот ты действительно специалист своего дела, вот ты это подметил. Я и правда чувствую себя в Fight Night как дома. Еще, когда я выступал в Лиге М1, мы с Камилом давно очень знакомы, и пересекались где-то на мероприятиях, на телевидении, и разговор, в принципе, про Fight Night был всегда, но были контрактные обязательства, которые ни я не мог нарушить, не Камил, он все-таки в этом деле уже очень давно, он не будет нарушать, скажем так, этику деловую, да. И как-то мы с ним разговаривали, он сказал, контракт закончится, тогда обсудим. Вот, и мой контракт закончился, я пришел в Fight Night, и знаешь, в целом, наверное, вот все, вот совокупность всего в этой организации, оно подходит, наверное, мне. Я не знаю, почему, может быть, какие-то вещи я не могу объяснить, может быть, это, знаешь, влияние Камила, то есть, не знаю, но каждый бой я выхожу, бьюсь с огромным удовольствием, и я выхожу из клетки, и я опять хочу. То есть, я постоянно хочу вот быть в обойне, в обойме быть вот в этой семье Fight Night. Мне очень нравится, и я рад, что вот я нашел свое место, мне действительно очень комфортно. Но я как-то еще говорил, что Камил один из главных мотиваторов моих в этом спорте. Почему? В 2013 году я, Ильфа Тамиров, Валер Мясников, Сергей Хондошко уходили из одного клуба в другой. И это достаточно была такая резонансная история в Москве, не знаю почему. Об этом высказались там СМИ, причастные к ММА, и много, скажем так, функционеров по этому поводу высказались. И одним из них был Камил Гаджиев, и он достаточно, ну, знаешь, в присущей его манере, достаточно жестко высказался, но не так, знаешь, жестко прям вот в лоб, знаешь, так вот, скажем так. А вроде бы корректно, но так поддел, что я в тот момент, у меня была такая злость на него, еще мы не были знакомы с ним, у меня была прям действительно на него злость. А что он сказал, это как-то можно назвать? Ну, он, в общем, начался такой скандал, и у него как-то спросили, что вы скажете по переходу вот этих спортсменов, и он такой говорит, да, я вообще не понимаю, с чего вдруг такой, типа, ажиотаж по поводу этой истории, это вообще бойцы не первого эшелона, я не понимаю, почему про них так говорят и так далее. В целом, смотри, сейчас я понимаю, что он абсолютно прав на тот момент, да, но так как это было условно адресовано, нам, конечно, это задевает. И в какой-то момент, наверное, я всегда помнил эту историю, то есть у меня с Камилом была определенная вот эта вот, знаешь, история своя уже с ним. И когда я пришел в Fight Nights, я в очередной раз, тысячный, наверное, вспомнил эту историю, и эту энергию как-то получилось направить в правильное русло, да, и сейчас, смотри, со слов Камила, я не знаю, сейчас он это повторит или перефразирует, но на тот момент бойцы не из первого эшелона, но сейчас 2020-2021 год, у меня три боя в Fight Nights, из них два суглавных и одно главное событие вечера. То есть я думаю, что вот этими своими словами он на меня положительно повлиял, то есть я сделал определенный рывок вперед. Ну и как-нибудь я у него спрошу его мнение вот на сегодняшний день. Ты дерешься в Fight Nights и при этом параллельно работаешь в ACA, ты берешь интервью у бойцов до-после боев. Обсуждал ли ты как-то этот момент с Камилом и в целом как Fight Nights относится к тому, что ты по сути, ну, можно не в конкурирующей, но в теории в конкурирующей организации работаешь? Первым делом, когда мне пришло предложение от ACA, мне было очень приятно, что, знаешь, мою, скажем так, работу вне клетки оценили, но я сказал, что мне надо посоветоваться. Я люблю в целом, чтобы все дела, да и не только дела, в целом, чтобы все было прозрачно. То есть я не хочу скрывать, там, знаешь, от одних, от других. Я вам скажу, вот, что есть, скажу им, что есть, да. И я сказал, что мне надо посоветоваться, надо спросить. И первый человек, кому я позвонил, это был Камил, говорю, вот такая история. Я понимаю, что есть, знаешь, может быть не открытое, но где-то все равно там подсознание есть определенное соперничество, и это нормально. Ну, так и должно быть, да, ну, любая конкуренция, она же только провоцирует рост. Я спросил, могу ли я, так как я являюсь уже на тот момент, я уже был бойцом Fight Night, который провел уже два боя там, то есть меня ассоциируют с Fight Night, и в целом, скажем так, вот вся медиа машина, спортивная машина Fight Night работает, ну, на мое продвижение. И тут я резко появляюсь в другой лиге. Я спросил, как это будет, и он, настолько мне понравился его ответ, он мне говорит, я не вижу никаких минусов, ты развиваешься, это плюс. Чем больше развиваешься ты, тем лучше нам выступаешь, ты все равно у нас. Да, и он сказал обеими руками за, полный вперед. То есть он четко разделяет спортивную историю, жизненную историю, да, какую-то. И он меня поддержал, и я очень рад, потому что мне нравится там выступать, мне нравится тут работать в лиге с бойцами, то есть, и при том, что я подавляющее большинство ребят знаю. Ну, это классно, и я очень рад, что люди и с той, и с той стороны это поняли. И, ну, это действительно классно, и я благодарен обеим лигам. Алексей, Алексей боец и Алексей интервьюер, кто находится на более высоком уровне, как ты считаешь? Ну, я надеюсь и хочу верить, что, конечно, Алексей боец, потому что я все-таки это считаю на сегодняшний день своим основным занятием. Но и понимаю, что всю жизнь я же не буду руками махать, и рано или поздно надо будет, ну, заканчивать. И когда это закончится, нужно будет дальше как-то жить, чтобы не оказаться у разбитого корыта. В целом, это Алексей интервьюер же непосредственно связан со спортом, с боями, да. Но в этом направлении я, скажем так, новичок, я только развиваюсь, поэтому где-то прошу тебя, чтобы ты меня направлял, смотрел эти интервью, что так, что не так. И, ну, хочется, если делать что-то, хочется делать хорошо. Вот, так что, но при этом я очень не люблю, когда меня называют журналистом. Наверное, это со стороны, знаешь, я смотрю, как это объяснить, ну, вот, на ребят журналистов, кто профессионалы в этом деле, кто учились. То есть, это же профессия, она тяжелая, да. Да, то есть, люди учились этому, то есть, развивались в этом направлении. А я на сегодняшний день просто парень из индустрии, изнутри, ну, который, наверное, умеет говорить, как-то преподнести определенные мысли. И мне, знаешь, как бы, мне кажется, что ребятам-журналистам в настоящем обидно, когда, там, меня или магу Исмаилова номинируют на звание, там, журналист года. Но это неправильно, так не должно быть. То есть, это, знаешь, из-за разряда мы тренируемся по два раза в день, каждый день проливаем, там, действительно, литры пота и крови. И тут парень пришел на персональную тренировку в красивой одежде, постучал лапы, и он такой говорит, да я один из вас. Ну, нет, ну, вот и в журналистике так же, я не один из них, и они это прекрасно знают, то есть, я еще новичок. Ну, в качестве ведущего ты прославился в первую очередь на программе «Хук к вам», очень интересная программа, я тоже стараюсь не пропускать выпуски. Что тебе больше всего нравится в этом направлении, вот, в своей работе, в своей профессии, что больше всего тебе нравится? Ну, как ты мог заметить, я достаточно разговорчивый спортсмен, да. И в целом мне нравится общаться с людьми, и если человек мне импонирует, знаешь, у каждого человека есть своя история. И я знаю очень много спортсменов, да, по всей России, и поверю, что у всех есть своя история, да. Да, и есть же проблема, да, сильные ребята, у них может быть интересная история, но ее никто не рассказывает. Ну, да, ее надо найти, вытащить. Соответственно, вот, опять же, я пытаюсь раскрыть кого-то, да, другие ребята, журналисты пытаются раскрыть новых, ну, новых спортсменов. То есть, не будет так, что, знаешь, это единичные случаи, когда человек такой самородок появился, он и бьется хорошо, и говорит хорошо, и вот все у него классно. Это единицы, да, а если работать только с теми, кто уже, скажем так, состоялся как личность, да, то это будет, там, условно, 10 имен на всю страну, и это будут одни и те же интервью. А тут, знаешь, новые люди, новые истории, новый взгляд на какие-то ситуации, да, понятно, есть такие, знаешь, скажем так, спикеры, мастодонты, да, кого ты зовешь, и это уже, само собой, знаешь, такое имя, это все посмотрят. А бывают новые ребята, и они раскрываются, и смотришь, они со временем, знаешь, там, побыли у нас на интервью, где-то там, еще одно, еще одно, и они все лучше, лучше, лучше. Ну, в целом, мне нравится общаться с людьми. Твой любимый выпуск, с кем он был, самый запоминающийся выпуск, с кем спортсмена пошел? Я, наверное, скажу не про выпуск, а самая запоминающаяся фигура, ну, он дважды был и у нас в зале Волф на выпуске, и сюда мы приезжали к нему. Александр Емельяненко. Это Александр Емельяненко, ну, ты сам его хорошо знаешь, то есть это, ну, вот это про то, что я говорю, то есть это такой, знаешь, мастодонт, которого, что бы он ни сказал, люди это посмотрят. Да, то есть, да, это, ну, такая личность в мире единоборств, и в целом с ним веселые выпуски, он же особо не подбирает слов, да, за словом в карман не лезет, и его что-то спросишь, и он на это, знаешь, так отвечает, и видно, что я от души. Это вроде бы задевает как-то оппонента, и это как-то смешно, и с такой, при этом, что у него такая, сейчас момент расскажу, у него такая самоирония, ну, это классно, когда у человека есть самоирония. У нас на выпуске был мага, это еще до их боя, и зашел разговор про Александра, про этот бой, и мне, не помню, либо мага, либо руководитель программы говорит, набери Александру Емельяненко, а мы были с ним на связи, спроси, скажи, что у нас мага в студии, да, я набираю, он не берет. Ну, вроде все-все, бах, перезванивает. Я говорю, Александр, здравствуйте, там, у нас вот сейчас в студии мага, и мага берет телефон, там, мага же тоже весельчак, а он говорит, Саня, привет, там, туда-сюда, и задает ему вопрос, Саша, а ты не боишься, что я средний вес, приду в тяжелый вес, тебя побью, не ударит ли это по твоей репутации? И в ответ ему Александр говорит, мага, по моей репутации уже ничего не ударит. Ну, то есть, это круто, ну, действительно круто, понимаешь, вроде бы людям драться, один задает вопрос, второй ему так отвечает, ну, вот это супер, да, с такими людьми и приятно пообщаться, и людям это всегда интересно посмотреть. То есть, наверное, он такой самый запоминающийся, но также у нас же много имен было, много ребят, ну, если так брать, кто, самые такие известные, это Шлеменко, Исмаилов, Минеев, да у нас даже этот был Джонни Уокер. Ну, много разных ребят, и у всех по-своему интересные истории, классно, но вот именно, наверное, самая такая одиозная фигура, это все-таки Александр Ильяненко, с этим сложно спорить. Алексей, вернемся к твоей карьере, что дальше для тебя, есть ли у тебя какие-то титульные притязания, в 70 килограмм мы знаем, что это Аббасов чемпион, в 77, Дмитрий Бекрев, в каком направлении ты будешь двигаться? Да, 70 килограмм не сделаю и не хочу. Вот, может быть, знаешь, как говорит мой друг Ильфат Амиров в команде, все твои поражения были в 70 килограмм из-за дурацкой сгонки. Где-то там из-за фуросемида, где-то еще из-за чего-то, да. Он, вот, не соврать, вот еще пять лет назад он мне говорил, да уйди ты в 77, дерись ты там. Сейчас я это сделал, и я, знаешь, получаю удовольствие от процесса, потому что я дерусь не с весом, а со своим соперником. То есть я не думаю за месяц, да, взвешивали, все, надо одеться потеплее, меньше кушать, и вот этот месяц я в постоянном стрессе, потому что я за каждым граммом смотрю. Я этого нет, и в этом большой блюз. Так что бой в 70 килограмм исключен, а в 77 килограмм у меня нет титульных притязаний, потому что мы очень хорошо знакомы с Димой Бекрёвым. Он приходит к нам в зал периодически, и, наверное, не очень корректно с моей стороны, знаешь, ну, хотя я знаю истории, да, когда ребята тренировались вместе. Да, 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 поезд, да. Но это все очень индивидуально. На сегодняшний день это не моя история, да, то есть... А если, допустим, Гойки Дазая выиграет, заберет поезд у Дмитрия? Ну, если, ну, так случится, то и я к тому моменту где-то буду около титула, то да, почему нет, конечно, поезд за поезд, это всегда большая ответственность, но и, знаешь, если ты выигрываешь, награды за это тому соответствую. Ну, знаешь, на самом деле у вас вес довольно-таки интересный, пусть там не так много спортсменов, не такой глубокий дивизион, но, тем не менее, вот есть еще одна фамилия Буторин. Парень молодой, Макс Буторин. Насколько вот бой с ним тебя привлекает? С Максом бой только на тренировках, потому что мы с ним представляем одну команду. А, вот, да. Это исключительно. Но это вообще не проблема для организации, вот, допустим, ты с Димой дружишь, с Максом тренируешься, вот, как Камил к этому относится? Камил всегда идет навстречу, то есть спортсмену, знаешь, тут как, я же при этом не кричу на каждом углу, что мне нужен пояс, я буду драться за поясом. То есть часто проблема, что ребята, которые около пояса, они этого хотят, их задвигают в сторону, где-то они в очереди. Я даже не в очереди. То есть на сегодняшний день у меня нет притязаний, поясом владеет Дима и ради бога. Ну вот, есть другие имена, вот, интересно же вот такие бои, вот, например, мой бой с Хачатырианом. Очень, да. Мне очень это было интересно. Сейчас есть очень интересное имя еще, 77 килограмм клад хамитов. А, он тоже поднялся. Но сейчас, я так знаю, что у него в целом весогонка не так просто проходила всегда. И сейчас вот он крайний поединок в Магнитогорске провел в 77 килограмм. Ну, он большой парень. Я бы Пеппер Ю купил бы на этот бой. Вот, это, видишь, мне очень приятно. И, в целом, это же можно преподнести, да, российская аудитория, казахская аудитория. Мы знаем, как в Казахстане болельщики поддерживают своих спортсменов. Притом, Куад такая очень неоднозначная фигура, да, он тоже любит сказать, там, любит где-то там на взвешивании. Я до сих пор помню, как он Зубайру Тухугова толкнул, да. То есть, ну, такие моменты он может себе позволить и сказать. И, то есть, знаешь, в нашей паре плохой парень он, да. И, в целом, как история, я не говорю, там, будет этот бой, не будет, Камил его сделает, не сделает. Но, в целом, как история, если смотреть на это с этой стороны, это интересно было. А будешь ли ты сам какие-то шаги предпринимать, допустим, вызов какой-то бросить, поддеть его, сам форсировать будешь в этом направлении? Если уже зайдет разговор так, что этот бой интересен мне как-то, интересен лиге, в целом, да, можно. Корректно где-то, может быть, забавно, но интересно, но это можно сделать, почему нет. Я думаю, тебе болельщики из Казахстана в Директ сразу начнут писать. О, нет, там кошмар будет, в Директе точно будет кошмар, но, знаешь, я это делаю так, чтобы настоящий болельщик, у которого, скажем так, интеллектуальные способности приемлемые, да, он поймет, о, прикольно. Ребята раскачивают свою историю, в целом он ничего грубого не сказал, ничего обидного не сказал, качают и пусть он, послежу за этой историей. Но и всегда будут такие, которые скажут, там, типа, знаешь, многие люди же воспринимают противостояние, как это, там, не знаю, битва народов, битва религий. Ребята, нет, это просто спорт. Выходят два парня, мы заработаем денег, подеремся, кто-то выиграет, кто-то проиграет, и все. Это всего лишь спорт, есть вещи в жизни, которые намного более глобальные, масштабные и более важные. Это всего лишь спорт, я отношусь к этому так. Алексей, ты дерешься, получаешь удовольствие, ты счастлив, записываешь интервью, все четко, все круто, но что дальше для тебя? Как ты видишь дальнейшую картину, как ты будешь дозировать спорт, журналистику, хоть ты, ну, как бы не согласен с тем, что журналист, но все-таки ты в журналистике. Вот как ты это все будешь дозировать? И самое главное, сколько ты себя в спорте еще видишь? Все же зависит от травм. Этот год, вот я провел четыре боя, и слава богу, у меня не было там серьезных травм, там, знаешь, там мелочи, ушибы какие-то. Поэтому я был все время, скажем так, в обойме, несмотря на то, что год был своеобразный, мягко говоря, да. Спорт на сегодняшний день – это основное направление. И я очень благодарен, кстати, Лиге ACA, то, что когда мы обсуждали эту историю, я сказал, ну, свою позицию, что есть спорт, есть бои. И они пошли мне навстречу, и, например, если вы там, знаешь, мероприятия совпадают, то, ну, Лига идет мне навстречу, меня отпускают. То есть это очень классно, когда есть диалог, да, и люди приходят к компромиссу. Ну, сколько по времени, загадывают, наверное, дело такое неблагодарное, ну, не знаю, я вот сейчас смотрю у нас в команде, знаешь, Олег Борисов, ему 37, Али Багаудинов, там, Расул Мерзаев, не маленькие же мальчики, а веса маленькие, да, и выступают, хорошо же выступают. Вот. А может быть, я через, не знаю, пару месяцев проснусь, скажу, все, надоело. Вот как я однажды загорелся, я хочу заниматься вот этим, так же же, может быть, и в обратную сторону я проснусь, скажу, все, надоело, не хочу. Даже, может быть, тело позволяет, а просто не хочу, вот наелся. И я завяжу. То есть я такой человек, что я живу одним днем, и, знаешь, все, что не делается, оно к лучшему. Вот. Сегодня так и хорошо. Я рад, мне очень нравится. Выступать, мне очень нравится работать в ICA как интервьюер, мне очень нравится наша программа «Хук вам». Не знаю, вот сегодня так, и вообще я люблю, чтобы все было весело, с улыбкой, задорно, и все были жизнерадостные. На самом деле очень круто, что ты счастлив, круто видеть тебя. И самое главное, очень важно, что человек, который знает этот спорт изнутри, он записывает интервью, это сразу чувствуется. Скажу тебе, детали именно видишь, знаешь, что сказать, знаешь, где промолчать, это очень важно. Развивайся, двигайся, бои закончатся. Я думаю, это то направление, где ты сможешь себя применить. Спасибо. Ну и, конечно, очень приятно, как всегда, с тобой пообщаться. Спасибо. Спасибо, я очень рад, к тебе всегда с огромным удовольствием. Спасибо. Уважаемые друзья, у нас на этом все. Спасибо за внимание. Занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни. Ну и, конечно же, не пропускайте наши следующие программы. Увидимся, как обычно, ровно через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok